Всем привет, друзья! С вами Артём и киберспортивный магазин ForFrag. Сегодня мы с вами посмотрим на очень интересную клавиатуру Cooler Master SK630. Перед нами крайне красивая скелетон-клавиатура, выполненная в минималистичном дизайне, а главное низкопрофильная. Как вы уже могли заметить, SK630 это TKL-клавиатура, иными словами, клавиатура без цифрового блока клавиш. Расшифровывается TKL как отсутствие 10 клавиш от 0 до 9, однако фактически отсутствует целый блок клавиш справа, что делает клавиатуру на порядок компактнее. Многие считают такие клавиатуры более эргономичными, однако для тех, кому нужен данный блок, существует полноразмерная версия данного девайса. Переходим ко внешнему виду. Как я уже и сказал, клавиатура выполнена в минималистичном дизайне, что на мой взгляд крайне удачно. Она не пестрит вставками разных цветов и не кричит всем своим видом, что она игровая, отлично вписываясь в любое рабочее место. Отдельной похвалы заслуживает отсутствие брендирования на лицевой панели, что сохраняет чистый вид клавиатуры. Исключением является кнопка FN, которая выполнена в виде логотипа компании, однако она не выбивается из общей концепции. Лицевая панель выполнена из текстурированного алюминия, остальная же часть пластик. В нижней части данного девайса расположена полоса, которая рассеивает свет, попадающий внутрь клавиатуры, тем самым подсвечивая грани. Едакий приятный бонус. На дне клавиатуры все соответствует минимализму. Тут расположены 4 резиновые ножки, кабель менеджмент и ножки наклона отсутствуют. Лично я ими никогда не пользовался, но многим они удобны, так что не сказать об этом я не мог. Кикапы выполнены из крашеного ABS пластика, краска матовая и приятная на ощупь. Теперь пара слов об основных моментах. Раскладка у клавиатуры стандартная, длинные шифты и одноэтажный Enter. F-ки стартуют ровно над двойкой, шрифты приятные и легко читаемые, все символы подсвечиваются однородно, хоть и кириллица расположена в нижней части кикапа. Клавиатура имеет съемный USB Type-C кабель, он в тканевой оплетке, довольно толстый и жесткий. Вес девайса 535 грамм без кабеля, что довольно мало для механики. Но не забываем, что данная клавиатура компактная во всех смыслах. Внутри установлен 32-битный процессор, который запоминает до 4 профилей, частота опроса 1000 Гц. Сразу отвечу на вопрос, возникший у некоторых в голове. Да, перекинуть фоточки и видосики с телефона на ком через кабель клавиатуры можно. Правда он тут стандарта 2.0, так что все не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Построен девайс на новых переключателях Cherry. Это Cherry Red Low Profile. Помимо размера сократился и ход клавиш на 0.8 мм, при том ход сократился как до срабатывания, так и до упора. Теперь он составляет 1.2 и 3.2 мм соответственно. Сила нажатия не изменилась и составляет 45 грамм. Что хотелось бы заметить, что ощущается Cherry Red Low Profile потяжелее, нежели обычный Cherry Red. Как мне кажется, связано это с тем, что площадь нажатия кнопки увеличилась. Если рассмотреть детальнее, то можно увидеть, что обычные кейкапы сужаются к верхней своей части. И получается, что при нажатии все давление идет на центр свеча. А в случае данной клавиатуры возможно нажатие не на центр кейкапа. В такие моменты кнопка прожимается чуть тяжелее. Но абсолютно не критично. Мои ощущения от клавиатуры следующие. Тайпинг очень приятный. Печатать на клавиатуре одно удовольствие. Однако справедливости ради замечу, что с непривычки скорость печати при переходе на данный девайс снизилась. Но опять же повторюсь, это дело привычки. Каждый раз, когда я использовал эту клавиатуру не в игре, возникало желание снять наушники и послушать звук тайпинга. Настолько он мне пришелся по душе. В выборах клавиатура проявила себя хорошо. Да и ничего другого от нее не ожидалось. Переходим к подсветке. Она тут отменная, как и в остальных недавних клавиатурах от Cooler Master. Очень яркая и сочная. Настраиваться она может как через софт, так и через функциональные кнопки на самой клавиатуре. Приятным бонусом является возможность поиграть в змейку. Как вы уже поняли, клавиатура имеет RGB подсветку. При этом, на мой взгляд, к ее стилю подходит больше белая, которая вписывается в минималистичный стиль. Но это лишь мои вкусовые предпочтения. Могу сказать одно, что подсветкой довольно останутся все. К тому же тут 21 режим ее работы. Софт. Очень приятный Cooler Master Portal. Выполненный также в минималистичном стиле. Я уточню, что слово минималистичный никак не относится к функционалу, что в софте, что в клавиатуре. Минимализм прослеживается лишь в дизайне. И это очень хорошо, на мой взгляд. Выглядит все по-взрослому, а не как игрушка. Ладно, что-то я отвлекся. Возвращаемся к софту. Он тут максимально удобный и понятный. В нем вы можете настроить до 4 профилей, которые сохраняются в клавиатуру, переназначить или вообще отключить кнопки, записать макросы, само собой настроить подсветку. Единственное, кстати, я не смог найти регулировку яркости. Но она мне и не нужна. Клавиатура не слепит и использовать максимальный уровень яркости абсолютно комфортно. Ну и уже по традиции, тайпинг. Как мне кажется, данная клавиатура просто не может не понравиться. Она может вам не подойти, но не понравится. Ну, вряд ли. А приобрести вы ее сможете эксклюзивно в нашем магазине в конце февраля 2019 года. А чтобы не пропустить старпродаж, следите за нашей группой ВКонтакте. Ну а я желаю вам топовых девайсов. Пока-пока-пока.